Новые имена Беларуси. Этот конкурс Федерация профсоюзов Беларуси проводит во второй раз. Прошлогодний очень понравился и зрителям, и его участникам, потому было принято решение сделать его ежегодным. В этот раз республиканский профсоюзный конкурс творчества трудовых коллективов проходит под девизом «Созидая творить». В нем участвуют члены профсоюзов, представители трудовых коллективов без каких-либо возрастных ограничений. В Пинске старт творческому конкурсу «Новые имена Беларуси» был дан еще в конце 2015 года. В трудовых коллективах прошел отборочный тур. Лучшие работы были направлены на городской этап. Задача основная, которую мы преследовали, это вовлечь все трудовые коллективы в активную творческую работу. Найти эти таланты, которые находятся в трудовых коллективах, раскрыть их, помочь им. И чтобы город об этом знал. Победители у нас поедут на область, возможно, если победят на республику, и тем самым будет прославлять наш город Пинск. Около 50 участников представили свои работы в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Среди них Игорь Кривенчук, преподаватель Индустриально-педагогического колледжа с тремя удивительными работами из дерева, Ольга Сергеенко, зав. отделом дневного пребывания Территориального центра соцобслуживания населения с картинами из натуральной кожи, и Маргарита Турчина, бывший преподаватель педагогического колледжа с вышивкой. Работа кропотливая, интересная, потому что эта работа втягивает. И если нравится рисунок, если получается, то вышиваешь его очень с удовольствием. Вот картину на библейскую тему, которую Иисус Христос проповедь делает, я ее вышивала 10 месяцев. Если в среднем, то по 4-5 часов в день с удовольствием вышивала. И эта картина вдохновила даже меня снова на другие вышивки. Идея и вообще направление, что мы хотим делать из кожи, конечно же, я однозначно знала, что это будут цветы. То есть в основном цветы – это то, что несет радость, то, что несет свет, и вообще как-то украшает нашу жизнь. Видно, что в это вложена душа. То есть нельзя сказать, что вот давайте возьмем кусочек кожи и сделаем из нее какую-то картину. Если в это не будет вложена душа, это не будет выглядеть красиво. Жюри не могло не оценить эти работы. Идея, замысел, художественно-образное содержание, которых заслуживает самые лесные отзывы. Творческий потенциал очень большой, очень хороший. Настолько разнообразный, настолько разносторонний конкурс получился. И причем возрасты все, и ветераны труда, и непосредственно работники, и профсоюзные активисты, вот все приняли участие, и это вызывает только радость. Настолько сильные работы, настолько активные участники. Я просто искренне хочу всем выразить большую благодарность. Всем участникам и руководителям, которые помогли им принять участие в этом творческом конкурсе. Конкурс включал в себя еще одну номинацию «Сценическое искусство», где высоко было оценено исполнительское вокальное мастерство Елены Тышко, секретаря городищенской мебельной фабрики, Анны Пыл, воспитателя «Если и сада номер 9», и Эльзы Ореховой, педагога дополнительного образования средней школы номер 8. Победители городского этапа конкурса и работы изобразительного и декоративно-прикладного творчества продолжат борьбу в областном этапе. Уже в мае состоится финал конкурса, и мы узнаем новые имена Беларуси, и надеемся, что среди них будут и пенчане. Субтитры создавал DimaTorzok